Администрация области, администрация муниципалитетов много делают для улучшения инвестиционной политики именно в Смоленской области. Десногорск привлекателен для инвесторов. Сводка криминальной обстановки в городе. Мы возрождаем Спартакиаду, трудовые резервы на территории всей Российской Федерации. Спартакиада, трудовые резервы в Десногорске. Росатом – лидер рейтинга работодателей. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Десногорская библиотека приглашает 22 марта 18.00 на творческий вечер. Он посвящен презентации книги «Город Рославль. Страницы истории». В вечере примут участие представители редакционного совета. Также вы сможете приобрести книгу с автографами авторов. 16 марта Десногорск с рабочим визитом посетила депутат Государственной Думы Ольга Окунева. Два объекта попали в поле её внимания. Одной из стратегических инвестиционных площадок Десногорски является полимерный завод. Ольга Окунева побывала на предприятии полтора года назад. И поэтому её особенно заинтересовали преобразования, которые в последнее время происходят на этом производстве. Вместе с главой Андреем Шубиным они обошли строящиеся цеха и также действующие мощности. Депутат отметила, что как обыкновенному потребителю ей понравилась готовая упаковочная продукция. Такую упаковку просто приятно взять в руки, и она радует глаз. Я была на этом предприятии полтора года назад. И, знаете, восхищают, какие изменения происходят. Что это появляется новое производство. Всегда восхищает культура на производстве. Что руководитель видит перспективы, задачи. И, знаете, мне как депутату Государственной Думы, тогда, когда рассматривается проект федерального бюджета, и слышишь о том, что есть и рост внутреннего валового продукта, как работают программы импортозамещения, что в середине года пересматривается бюджет, потому что хорошо сработала экономика, и сработала не за счет нефтегазовых доходов, как это было раньше, а что это именно за счет работы реальной экономики. Андрей Шубин со своей стороны озвучил, что развитие таких предприятий в городе способствует укреплению экономики и увеличению бюджетных отчислений. Также все отметили высокий уровень культуры современного производства. За счет таких предприятий будет развиваться город. Вот то, что мы сейчас занимаемся разработкой стратегии развития города до 30-го года, это один из элементов данной стратегии, потому что, когда предприятия развиваются, создаются рабочие места. Создаются рабочие места, налоги, они поступают в местный бюджет. А то, как будет наполняться местный бюджет, будет зависеть благосостояние наших горожан. Вторая встреча, которая состоялась уже в администрации, это беседа с Молодежным советом. Депутат Ольга Оконева координирует проект Государственной Думы «Крепкая семья», поэтому ее напрямую волнуют проблемы, связанные с молодежной политикой, поскольку именно здоровая, сильная молодежь – залог будущего здорового общества и крепкой семьи. Ее порадовало то, что молодые люди в нашем городе неравнодушны к некоторым негативным проявлениям жестокости среди подростков, озабочены развитием подрастающего поколения, пропагандируют патриотизм и здоровый образ жизни. В Смоленске осудили участницу банды черных риэлторов. Суд вынес приговор 50-летней смолянке Марине Брусницыной. Она обвиняется в незаконном лишении свободы двух пенсионеров, повлекшем по неосторожности смерть одного из них. Эта история началась в 2011 году, когда группа черных риэлторов решила завладеть квартирой в Москве. В ней жила семья пенсионеров. Их насильно вывезли в Смоленскую область и заставили подарить злоумышленникам столичную жилплощадь. Пенсионеров держали несколько лет. За ними как раз и присматривала осужденная Марина Брусницына. Мужчину спаивали алкоголем, отчего он впоследствии скончался. А женщине вливали большие дозы успокаивающих средств. Марину Брусницыну приговорили к трём годам лишения свободы. Остальные участники преступной группы ещё ждут суда. А главарь банды до сих пор находится в розыске. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет сотрудник полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 104 сообщения о происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 105 административных правонарушений, в том числе 83 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к ответственности привлечены 9 человек. 19 марта корпоративной газете нашего градообразующего предприятия «Смоленский Атом» исполнилось 20 лет. Во благо наших горожан трудится дружный коллектив журналистов, который возглавляет главный редактор Инна Косенкова. Мы поздравляем коллег с юбилеем и желаем творческих успехов. 20 марта в Десногорском энергетическом колледже прошла спартакиада «Трудовые резервы» среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Смоленской области. В нашем следующем сюжете мы расскажем, как проходили соревнования в этот день. Чтобы молодежь, получая профессию, не забывала о здоровом образе жизни и для мотивации к занятиям физической культурой и спортом, региональным отделением Общероссийской организации «Юность России» были возобновлены соревнования среди студентов профильных учебных организаций по всей территории Российской Федерации. В первую очередь это и как раз таки спортивный отбор и подготовка спортивного резерва. Многие спортсмены, которые достигали побед на Олимпийских играх, именно выходили из обществ, из студенческих обществ. Я очень благодарен сегодня администрации муниципального образования, руководителям атомной станции и, конечно, всем тем людям, которые помогли провести столь значимые соревнования для всех нас, для смолян. В Десногорске 20 марта прошёл региональный этап соревнований, в котором приняли участие команды из четырёх образовательных организаций Смоленской области. В гости к студентам ДЭКа приехали спортсмены из Козловского многопрофильного аграрного колледжа, техникума отраслевых технологий посёлка Авторемзавод и Рословского многопрофильного колледжа. Очень хорошо, что в нашем регионе началась популяризация спортивных мероприятий, потому что у нас много активных спортивных детей, которые достигают очень хороших спортивных результатов, поэтому нам эти мероприятия очень нужны для выявления вот таких вот самых лучших спортсменов в колледже. Поднятие духа, поднятие здоровья в России полностью, то есть это много стоит. Но я, например, с 10 лет занимаюсь боксом, так что для меня это очень хорошо. Соревнования проводились по четырём видам спорта. Это дартс, настольный теннис, шахматы и перетягивание каната. Состязания проходили напряжённо, все участники стремились к победе. После подведения итогов были определены победители в каждом виде. Команда Десногорского энергетического колледжа получила медали и грамоты за победу в дартс и шахматы. Организаторы мероприятия были отмечены благодарственными грамотами. Впереди у ребят ещё соревнования по пяти видам спорта. Команды-победители примут участие в финальных соревнованиях в Смоленске, где определят самую лучшую, которая будет защищать честь области в городе Орёл во второй российской спартакиаде трудовые резервы. «Росатом» признан лучшим работодателем среди госкомпаний. Об этом говорит наиболее масштабный и авторитетный рейтинг, составленный рекрутинговым агентством «Хэтхантер» при участии ведущих мировых аудиторских компаний. Это команда «Росатома». Молодая, амбициозная, высокопрофессиональная и самая многочисленная на всероссийском чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hightech 2017. Именно эти ребята стали его абсолютными победителями, завоевав 8 из 12 высших наград, тем самым ещё раз доказав, что «Росатома» обладает самым мощным кадровым потенциалом в нашей стране. С каждым годом количество желающих стать частью этой сплочённой команды становится всё больше. Об этом говорят результаты исследования самого крупного рекрутингового агентства «Хэтхантер». В соответствии с ними «Росатом» стал первым среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей России и вторым в общем зачёте, уступив лидеру всего 3 балла. Это, безусловно, победа. За 5 лет мы с 32-го места поднялись на второе. Это большая, слаженная работа большой команды «Росатома». При подготовке рейтинга работодателей, в котором участвовали более тысячи российских и зарубежных компаний, учитывалась мировая практика, а итоговая оценка складывалась из трёх составляющих. Первый из них – мнение соискателей, ищущих работу. Людям, принявшим участие в опросе, предлагали выбрать из огромного списка всего 3 компании, в которых им хотелось бы начать карьеру. Второй элемент оценки – взгляд профессиональных кадровых работников на то или иное предприятие. И, наконец, третья составляющая рейтинга – это отзывы действующих сотрудников. Именно по их анкетам были оценены условия труда, уровень заработной платы, лояльность персонала и его вовлечённость в решение глобальных амбициозных задач, стоящих перед той или иной компанией. Это один из самых ярких и авторитетных проектов, который позволяет соискателям и работникам дать независимую оценку наиболее привлекательного места работы и лучшего работодателя. В этом году методика расчёта и сам расчёт аудировался компанией PricewaterhouseCoopers. То есть, это действительно серьёзная оценка, которой стоит доверять. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneyadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова